Благодарю Господу нашего Иисуса Христа, и любым Богом и Отцом, и причастием Святого Духа, буди со всеми вами. В воскресенье рязанцы встретили Пасху – самый радостный и самый почитаемый праздник в православном мире. Многие решили остаться дома и смотреть за праздничной службой онлайн. Хотя некоторые все же пришли на богослужение в храм. 19 апреля в воскресенье онлайн можно было отправиться в храм в любой точке страны. Священнослужители напомнили прихожанам, что те, кто этой ночью остался дома, не совершили никакого греха. Когда перед нами возникает страх смерти за нашу жизнь или за жизнь наших ближних, мы понимаем, что любые, даже самые основные свободы становятся относительными. А что же Церковь говорит о свободе? Церковь учит, что подлинная свобода возможна только во Христе. И праздник Пасхи – это праздник настоящей свободы. И если мы со Христом, мы можем быть по-настоящему свободными. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Первые семь дней после Пасхи в православии считаются самыми светлыми, чистыми и радостными. Священнослужители советуют всем своим прихожанам в эти дни прогонять подальше тоску, печаль и злобу. Начало Светлой Седмицы приходится на второй день после Христового Воскресения на 20 апреля. Длится праздничная неделя до Светлого Воскресения 26 апреля. В дни Светлой Седмицы пост отменен. Священнослужители напоминают, что службу можно будет и дальше смотреть онлайн через интернет, не нарушая режим самоизоляции.